Приветствую, друзья! Я сегодня за кадром. Разобралась немного в аптечке. Я уже в одном из видео упоминала, что у меня аптечка представляет собой просто огромную коробку от обуви, обклеенную обычной клейкой бумагой красивой, на которой, собственно, сверху красуется крест. Это моя личная задумка. Мне так больше удобно. И, в общем-то, я разобрала ее, просто выбрала лекарства, которые мне не очень-то нужны, которыми я, в принципе, не пользуюсь, я их не использую, либо они были куплены не для меня, для кого-то из родственников, но родственники по разным причинам этими лекарствами уже не пользуются. И, в принципе, срок хранения у них достаточно еще долгий. То есть здесь есть лекарства, которые до 2019-2020 года. Вот. И лекарства совершенно разные. То есть есть и таблетки, есть и капли, и вот, например, медицинские салфетки, и какой-то трептоцит, не знаю, что это такое. И, то есть есть и сердечные, и есть, по-моему, вот аспиринчик там, это сама от простуды. Есть еще, например, вот два тампона. Тампона, кстати, уже забирают. Уже нашелся на них владелец. Вот. В общем, значит, совершенно разные лекарства, и наружного, и внутреннего, и капли, и таблетки, и что там еще бывает такое. Ну, в общем, совершенно разные, как вы можете видеть. Я сейчас поближе каждой покажу. Если вам что-то нужно, ну, вдруг, как бы, есть необходимость, вы мне напишите, или в комментарии, либо личным сообщением. И я уже там, мы с вами договоримся, как бы, что к чему. Вот. Здесь есть и дешевые, и довольно дорогие, и по 300, и по 700 рублей. Вот. И я-то к тому это говорю, что, в общем-то, некоторые из них уже нашли своих владельцев, некоторые еще и ищут. А, как бы, упаковки не все полные, то есть некоторые полные, а некоторые, вот, например, аспирин практически полный. Там одной или двух таблеток не хватает. Там, например, кардиомагнил здесь где-то половина. Вот. Здесь 100 таблеток, в наличии около 50, может быть, чуть больше, чуть меньше. Фуруцилин тоже, фактически, полная упаковка. Там вот эти вот пустырник и амитрептилин, они практически полные. Пустырника вообще здесь вот 10 полные. Есть еще две упаковки. Амитрептилин, вот, 8 таблеток, например. То есть там корвалол тоже где-то половина пузырька, например. Ну, есть лекарства, которые, например, там осталось, допустим, 10 таблеток. Вот где идут, например, 50 таблеток. Да, там не 50, а, например, 10 осталось там, или 12 таблеток. Он стоит 26 рублей. Естественно, я его не буду продавать, я его отдам на сайте Дару-Дар. Ну, или если кто-то, кому-то нужно что-то, будет подобное, я еще вас спрошу у знакомых. Бывает, что многие люди интересуются, друзья там спрашивают, что вдруг у вас остались какие-то лекарства, просто чтобы не покупать. Вот, и есть такие сайты, типа Дару-Дар, где можно отдать просто так за доброе спасибо. Вот, и, собственно, например, вот Аторис, он 529 рублей. И там практически вся упаковка, как бы, отдавать-то за такие деньги жалко. Тем более, у него срок годности, по-моему, до 2019 года. В общем, я к тому все это веду, что если вдруг вам что-то нужно, то напишите, пожалуйста, в комментарии, потому что все это выкидывать жалко, еще сроки годности достаточно большие, а лекарства, к сожалению, уже не нужны. Вот. Вот такой обзорчик. Обзорчик. Векенштейнник маленький. И ждите новые видео по организации хранения и новым Векенштейнам. Они обязательно скоро появятся. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. И пока-пока.